Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Планета Обезьян Последний Рубеж. Так что, добро пожаловать и мы начинаем. Однажды, мы были частью племени Великого Цезаря, но потом пришли солдаты, много обезьян погибло и мы бежали, отец повел нас, мы пересекали реки и проходили через горы, мы шли много ночей, пока мы нашли эту гору. Этот дом, наше убежище, место где можно жить спокойно, но теперь зима близко и здесь больше нет еды, обезьяны голодают, нужно найти еду, скорее, планета обезьян, последний рубеж. Пролог Блин, ешь, нужно быть сильным для семьи, для канжа. Так, для выбора используйте клавиши со стрелками влево и вправо и удерживайте пробел, чтобы продолжить. Понятно. Так, не принимать еду. Нет. Вы с Каджем должны есть. Такой маленький. Твой брат Джуна голоден. Но осталось так мало. Джуна тоже член семьи, ребята. О-ка, он тоже член семьи. Ну, графически очень нравится мне, как все сделано, ребята. Прямо как в фильме. На горе нет еды. Может, отец ошибся, когда привел нас сюда? Давайте-ка выберем правый вариант. Там, где мы находились, было опасно. Рано или поздно люди нашли бы нас и истребили. Думаешь, твой отец плохой вожак? Нет. Отец великий вожак. Но нам нечего есть и... Джуна, думай прежде, чем говорить. Смотри, там Клэренс. Отец, должно быть, хочет вас видеть. Ну что ж, хорошо, пойдемте наведаемся к отцу. Такая маленькая обезьянка прикольная. Так, кушай, кушай, малыш. Ты должен кушать и расти. Оу. Том Росс. Он был хорошим лидером. Справедливый лидер. Да, у нас могли быть разногласия. Но когда дела принимали дурной оборот, он брал все в свои руки. Теперь его жена, Джесс, согласилась продолжить его труд. Да поможет ей Бог. Да и нам тоже. Слег из-за болезни. Но сражался до последнего. Покойся с миром, друг. Так, понятно, ребята. В общем, их лидер, я так понял, умер из-за какой-то болезни. И вот эта вот девушка Джесс взяла на себя роль нового лидера. Так, понятно, ребят, мы будем с вами играть и за обезьян, короче, и за людей. Том не был верующим, но он бы это оценил. Впереди трудные дни. И для тебя, и для всех нас. Выдержишь? Да. Да, спасибо, Мария. Джесс, эта утрата не только твоя. Нет. Я знаю. Люди любили Тома. Он был сильным лидером. Именно такой нужен был Миллертону. Именно такой нужен городу сейчас. Зима близко. Кому-то придется принимать непростые решения. Думаешь, это должен быть ты? Жители просили, чтобы я приняла командование себя, Рейни. Все под контролем. Ну что ж, думаю, мы скоро это узнаем. А ты знаешь? О реальном состоянии наших запасов на зиму. Готовы мы или нет? Конечно. Мы должны действовать сообща. Нас ждут тяжелые дни, Джесс. Я понимаю. Холод, снег и дефицит пищи. Марк. Перестань, пожалуйста. Ты мне приказываешь? Теперь ты тут главная. Я об этом не просила. Я тоже по нему скучаю. Никак не могу поверить, что ты теперь здесь за главного. Не ты один. Ну ладно. Хватит уже. Том Рос. Так, а теперь мы продолжаем за обезьян. В общем, ребята, мы будем то за людей, то за обезьян. Очень даже неплохой подход, я вам скажу. Ну что, Кларенс, ты привел нас, да? Мои сыновья. Тола. Брин. Джуна. Выпал первый снег. Племя голодает. Они напуганы. Мы должны показать им, что мы сильны. Тола. Сегодня ты возглавишь охоту. Возьми Брина. И Джуна. Племя видит, что трое братьев сильны, и что вы вместе. Да, отец. Я пойду за Толой. Но помните, что вы не должны покидать горы. Здесь мы в безопасности от людей. Мы должны охотиться где хотим. Брать, что хотим и когда хотим. Кларенс прав. Мы должны оставаться на горе. Позаботься о безопасности обезьян. У нас есть оружие, как у людей. Мы тоже можем убивать. Хватит. Вы будете делать, как я говорю. Пойдете на охоту вместе. Принесете еды для племени. Ты прав, отец. Прости нас. Позволить обезьянам голодать? Бриин, хоть ты понимаешь. Вот так вот, ребята. Джуна не подходит для этого. А для чего подходит Джуна? Я думаю, что это слишком опасно будет. Эта охота слишком опасна. Джуна должен остаться здесь. Мои сыновья будут охотиться вместе. Вот так вот сказал отец. И не поспоришь. Слушайте, действительно, Джуна какой-то самый щуплый из братьев. И очень и очень сильно боится людей, по ходу дела. И мы вновь играем за людей. Полагаю, ты и сама видишь, да? Этого недостаточно. Ты прав, недостаточно. Это действительно большая проблема. Так, что мы будем делать? Это серьезный вопрос. Мне бы хотелось иметь на него хороший ответ. Что ты думаешь? У меня нет простых ответов. Расскажешь людям? Что за черт тут происходит? Я думаю, что не будем пока сообщать. Нет. Не будем пока об этом рассказывать. Да, согласен. Эти люди через многое прошли, Джесс. Ты их лидер. Думай о последствиях своих решений. Джесс! Тебе стоит на это посмотреть. Ну что за черт еще там, а? Что произошло? Всадники. Двое. Один, по-моему, ранен. Не нравится мне это. Не терпится ввязаться в драку? Как-то странно и подозрительно, если честно. Угрожать. Стойте! Полагаю, вы видите, что мой друг ранен. С кем имеет честь разговаривать? Что вам нужно? Сразу к делу, ладно? Что ж, я Джейкоб Уиллиц. А мой раненый друг? Это Освальд Ривз. Да. Несчастный случай на охоте. Очень сильная боль. Джесс Росс. Я здесь за главного. Да, это я уже понял. Так что, вы можете нам помочь? Что у вас на уме, мистер Уиллиц? Хочу позаботиться о раненом товарище. Нам нужна крыша над головой на пару ночей. Вода и еда для наших лошадей. Может, мы смогли бы как-то отработать это? Что с ним произошло? Как я и сказал, несчастный случай на охоте. Неудачно упал. Бывает. Мисс Росс, мы просто путники. Пытаемся выжить. И ваш путь случайно завел вас сюда. Какого черта вам понадобилось в Миллертоне? Ситуация сейчас везде не очень, знаете ли. Голод, болезни, смерть. Люди напуганы. Многие с завистью смотрят на то, что есть у ближнего. Так что нам гораздо лучше. Когда мы сами по себе. Воу-воу-воу, тихо-тихо, держись. Все в порядке? Да. Думаю, да. Что скажешь, Джесс? Вот черт, а. Не нравятся мне эти ребята. Да и еды у нас лишней нет. Подожди. Этот человек ранен. Думаешь, мы можем просто отвернуться от них? Так, Мария права. Она права. Мы не можем просто отвернуться от них. Это ужасная ошибка. Ой, ребят, не знаю, действительно может быть ошибка, но... Я делаю, как мне велит совесть. Заходите! Медленно и без лишних движений. Надеюсь, я об этом не пожалею в дальнейшем. Ну, а пока... Как все есть, так пускай и остается. Я принял решение. Всего на одну ночь. И нам придется вас изолировать. Дисклеймер. Как дом располагается? Так, а теперь по ходу дела мы за обезьян будем, да? Да, ребята, я вам скажу, не айс, жить в горах, там всегда холодно, там всегда снег, и особенно когда нет еды. Как говорится, голод не тетка, и поэтому можно делать необдуманные всякие вещи. Я убью много оленей, вот увидишь. Да, он думает, что это шуточки, да? Джуна, послушай, это будет опасно, держись поближе ко мне. Я буду осторожен, прости, брат. Он так похож на Цезаря. Просто вот вылитый Цезарь, ребят, вот посмотрите. Копье ему дал, да? Джуна великий. Ой, так, тихо, тихо, тихо. Ну, хватит шугать-то. Что за возмущение опять пошло? Ой, не нравится мне старший брат этот, какой-то он агрессивный чересчур. Клэренс, что тебе нужно? Самая мудрая обезьяна, ребят. Блин, не нужно слепо следовать за Толой. Он заведет и тебя, и племя в опасность. Клэренс прав, естественно, ребят. Да, Клэренс. Я знаю. Я сделаю все, что в моих силах. Вперед, брат. Веди. Только не на горе. Мы направимся к равнинам. Нет, хан сказал оставаться на горе. Ты должен его слушаться. А что, если здесь на горе нет еды? Хм. Брут не прав. Нет, мы не должны нарушать слово отца. И что, просто сидеть и смотреть, как обезьяны голодают? Мы должны оставаться в горах. Так приказал отец. Слушайте, по-моему, Толла не старший. Ты прав, старина Клэренс. На равнинах слишком опасно. Нам лучше не спускаться с горы во время охоты. Возвращайся к огню, Клэренс. Мы найдем тебе еды. Фига, тут горилла такая, значит, уже как обхудала вся. Да что он знает об охоте. Он старый слаб. Стар? Да. Но не слаб. Он мудр. Забудь о нем. Сегодня мы охотимся на равнинах. Сегодня мы добудем еду для племени. Эт, все-таки пошел. Пошел против, а. Ох, не знаю, ребята, к чему это приведет все дело. Но не к чему хорошему-то явно. Это как пить дать. Как говорится, завязка должна с чего-то начинаться. Глава первая. Глава первая. Два племени. То есть племя людей и племя обезьян. Джуна, ты что? Ты что? Что с тобой? Успокойся, малыш. Люди. Люди. Здесь люди. Рельсы для поезда. Старые рельсы. Джуна, послушай Тулу. Этих людей уже нет. Тише. Ты понимаешь? А, он испугался Рельс, ребята. Он подумал, что здесь люди. Понятно. Слушай, а почему Джуна такой зашуканный? Я вот не помню, ребята, по фильму что-то было. Это не его ли случайно похитил-то тот чувачок маленьким, когда Цезарь спасал? Слушайте, я уже и не помню, если честно. Ну, тем не менее, думаю, что будет все интереснее и интереснее в дальнейшем. Так, мы все-таки вышли на охоту. На равнины, я так понимаю, да? Здесь нет еды. Вернемся сейчас. Подождите. Животные. Возможно, буйвол. Интересно, где? Пришло время охоты. Да я смотрю, тут не только три брата. Тут еще и подмога пошла с нами. Тюх. Ух ты. Вот это наживо. Целое стадо коров. Неужели они здесь одни? Без присмотра. Смотрю, ветхие всякие домики здесь, но вряд ли там кто-то будет жить. Хм. Что я говорил, брат? Сегодня мы поедим как следует. Это опасно, скорее всего. Нет, это пища людей. Это опасно. Смотри, лошади. Оу, действительно лошади. Люди. Люди, это плохо. Это еда людей. Мы не можем взять ее. Люди даже не узнают. Ой, не нравится мне это все. Люди увидят нас. Люди, это плохо. Люди, это плохо. Джуна, тихо. О, паника началась. Отец сказал. Отец сказал. Воу, 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 воу. Нарастает, нарастает. Волнение, ребята, идет. Джуна. Ты подвергаешь нас опасности. Отец сказал. Джуна, посмотри на меня. Я позабочусь о твоей безопасности. Хватит. Блин, Джуна какой-то паникер, действительно. Мы можем отправиться за быками прямо сейчас или сначала разобраться с людьми. У людей есть оружие. Сначала люди, потом быки. Наверное, давайте только быков возьмем. С осторожностью. Нет, мы не должны убивать людей. Можно просто увезти быков, если действовать осторожно. Если они нападут, мы дадим отпор. Слушайте, я сижу и думаю, а как мы поведем стадо быков? Ха, через людей. Ну, что-то странное здесь происходит. Нам в любом случае не избежать стычки. Они, не знаю. Посмотрим, ребята, что будет дальше. Так, тут всего двое, да? Двое людей. Причем они спят. Да, конечно. Вот я о чем говорю, ребят. Сейчас быки поднимут тут шумиху и, естественно, они проснутся. Черт, Майки. Там кто-то есть. Ну вот тебе и на. И как ты тут аккуратно уведешь быков? Ну, это нереально, ребят. Так, чтобы активировать выбор действий, нажмите пробел в течение определенного времени. Так, понятно. Все делается через пробел. Да ну нафиг. Стрелять. Пробел. Пит. Воу-воу-воу-воу-воу. Черт. Так, опять выстрел. Воу. Слушайте, ребят, я вот сейчас только сижу и думаю, блин, обязательно мне нужно было стрелять? Или это можно было пропустить? Теперь люди знают, что обезьяны здесь. Племя в опасности. Блин, а. Это твоя вина, Тола. Ты хотел украсть еду у людей. Мы скажем отцу, что люди напали первыми. Так, нет, мы скажем правду. Это хорошая охота. Мы сильные охотники. Мы нашли много еды для племени. Хватайте быков. Ребят, ну вы представляете, да? Мы сейчас поведем это стадо к себе на гору. Придут, наверное, люди сюда. И по следам просто вычислят нас. Вот тебе и заваруха. Вот она началась, ребята. По идее, мы начали первую войну. Как это не прискорбно. Но, тем не менее, мы тоже хотели есть, и у нас не было выбора. Хотя я мог не стрелять. Ладно, будем смотреть, что дальше у нас будет происходить. Ах ты, смотрите, ребята, он выжил все-таки. Майки! Майки! Какого черта у вас произошло? Мое плечо! Подстрелили! Где Пит? Кто это сделал? О боже, я умру! Я умру! С тобой все будет хорошо. Рейни, стадо, что если его больше нет? Джесс, его нужно отнести внутрь. Подожди, Мария, мы должны разобраться, что произошло. Марк! Аптечку, быстро! Хорошо, сынок, просто расскажи нам, что случилось. Мы с Питом наблюдали за стадом у реки. Раздался выстрел. Боже мой! Голова Пита просто... Можете считать, что я спятил, но там была обезьяна. Что? Говоришь, ты видел обезьяну? Да, но в смысле... Даже не одну, я видел обезьян. Оу, полегче. Майки, Майки! А что со стадом? И что с Питом? Я же говорю! Чертова обезьяна убила Пита! Обезьяны! Это были обезьяны! Полегче, успокойся. Марк, надави. Джесс, нам нужно отправиться туда, найти Пита. И посмотреть, что со стадом. В темноте? Ты с ума сошел, Рейни? Нет, ты прав. Нужно найти Пита и быков. Нужно вытащить эту пуль, срочно! Мне нужна помощь! Помоги ей! Так, люди, все по домам, ложитесь спать! Мне на что тут смотреть! Джесс, я должен тебе кое-что показать. Сумки Уиллиса и Ривса. Я их проверил. Не поверишь, что я там нашел. Ёп-р-с-э-тэ! Вот это завязка, ребята! Так, и что же? Ага, это у нас отчет. Ваши отношения с Рейней хорошие. Ваши отношения с Мария нормальные. Ваши отношения с Марком нормальные. И отношения с Уиллисом нормальные. Понятно. То есть, тут еще, ребята, будет репутация с каждым персонажем. Так, а это у нас с Обезьян, да? По ходу дела. Давайте посмотрим. Отношения с Толой так себе. Отношения с Джуной нормальные. С Клэренс отличные. С Уака хорошие. И с Ханом нормальные. То есть, Хан это и есть их отец. Ну что ж, дорогие друзья, как-то так. На этом я, пожалуй, буду завершать эту серию. И всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вторая глава. Столкновение миров. Ну, это мы уже будем с вами проходить в следующий раз. Так что, ребяточки, всем пока. Всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!